Меньше камня, больше зелени. Это основное замечание, которое севастопольцы сделали после того, как ознакомились с концепциями будущего городского парка. В остальном, идеи пока нравятся. Пока вот так вот первый раз видишь, по-моему, все продумано и достаточно. С памятника матросу, там вниз, мне понравилось, здесь сделают площадку такую красивую, вход к морю. Ну, красиво будет, если сделают. Губернатор Севастополя также отметил несколько удачных концепций. Некоторые проекты, где предполагалась жилая застройка, раскритиковал. Отметил, что правительство рассмотрит и варианты ликвидации уже построенных многоэтажек, например, этих двух стеклянных голубых зданий в Артбухте. Понятно, что это будет что-то стоить, это будет выкуп, это не через суд, потому что, видимо, это было все построено законно. Но если мы примем такое решение и найдем средства, не думаю, что такой вопрос нельзя обсуждать. Возможно и такое. При разработке концепции архитекторы должны были учесть строительство ключевых объектов. Музей обороны Севастополя, киноконцертного зала, выставочного комплекса и, конечно, пространство для отдыха. Площадь будущего парка почти 50 гектаров. Начинаться он будет здесь, на Приморском бульваре. Затем будет следовать через артиллерийскую бухту, набережную и до памятника солдату и матросу. Дальше до карантинной бухты. По концепции маршрут парка должен представлять из себя одну большую пешеходную зону. То, как реализовать все задуманное и чью концепцию выбрать, жюри решит в середине месяца. А пока каждый может ознакомиться с проектами. Всего их 16. Интересное решение, конечно, явно похоже на проект «Заряди» в Москве. Такой пешеходный мост, свисающий там над Москвой рекой, здесь над Черным морем. Интересно, я думаю, людям понравится. Но вопрос, насколько это оригинальное решение. Некоторые элементы в проектах действительно не новые, подчеркивают эксперты. Однако оригинальных и даже уникальных идей гораздо больше. Их представили архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Симферополя и, конечно, Севастополя. Всегда было больно смотреть, что Севастополь ни на каких форумах и фестивалях у проектов нет. Теперь полноценно есть заявка в виде 16 проектов. Это действительно событие, событие архитектурной жизни страны. 16 ноября жюри определит лучшие концепции. До этого дня никто из экспертов не сможет узнать, где чья работа. Все проекты закодированы. Это сделано для того, чтобы процедура выбора была максимально честной и прозрачной. После того, когда жюри поработает, мы вскроем конверт и узнаем победителя. Это будет три первых премии, первая, вторая, третья и две пощитные премии. Общий наградной фонд больше миллиона рублей. После того, как определят лучшие концепции, на их основе разработают проекты планировки и межевания парка. Дальше – публичное слушание, утверждение документа и стройка. Планируется, что активная фаза работ начнется уже в 2019 году.